Искусственная неровность или ИДН. На Ивановских дорогах порой это единственный способ заставить водителя сбавить скорость. Правда, не всегда ИДН установлены правильно. Сегодня мы с вами приехали на улицу Рапфаковскую и улицу Ленинградскую, для того, чтобы убедиться, что здесь допущено нарушение ГОСТа по установке искусственных дорожных неровностей. Перед неровностью обязателен знак, сообщающий о ней и указатель допустимой скорости. На улице Рапфаковской, напротив Энерго-Университета, указатель 40 км в час. По ГОСТу, который является по сути Библией дорожного строительства, неровность в этом случае должна быть определенной длины. Получается, вот, видишь, 3,86-3,85. То есть вот это. А должно быть, должно быть. 12 метров. Сам собой возникает вопрос, почему тогда скоростное ограничение 40 км в час? Ведь для трехметровой ИДН оно должно составлять 20. Этот вопрос мы адресовали городской мэрии, а именно управлению благоустройства. К сожалению, появиться перед телекамерой представитель администрации отказался. Но заверил, все, что не делается в городе, делается по ГОСТу. А они бывают разные. Вот, в общем-то, и все. И не важно, что эти ГОСТы могут дорого обойтись автолюбителю. Это, прежде всего, конечно, будет опасно для технического состояния автомобиля. То есть водители не предупрежденные о том, что тут должна быть такая-то скорость. И, соответственно, если ИДН не обеспечивает такую скорость, будет повреждение подвески, будет потом затратный ремонт. За другим примером халатности дорожных служб далеко идти не пришлось. Улица Ленинградская. Здесь красный указатель допустимой скорости. В ПДД это знак 1.17. И вовсе не установлен. А значит, ехать здесь можно до 60 км в час. Как везде по городу. Никогда не повторяйте это на неподготовленном автомобиле. Перед нами ИДН, который мы не знаем, с какой скоростью нужно проезжать. Ну, едем 60. Такую встряску переживет не каждая подвеска. Есть еще улицы Герцена. Здесь, напротив детского садика, ИДН когда-то были. Но от них мало что осталось. Какие-то остатки искусственных неравности присутствуют. То есть, дорога неровная, она покрыта какими-то валами. Стоят два всего только знака. Вместо четырех на синем фоне, которые нам предупреждают, что конкретно в этом месте установлено ИДН. Но нет красных знаков 1.17, по-моему, которые должны быть установлены за 50 метров до искусственной неровности. И предупреждать, что нет знаков ограничения скорости. В принципе, местные жители сами слышали, согласны, были бы даже на ограничение в 20 км в час. Но их нету, и люди здесь шаркаются, почем зря. И это лишь малая доля всех нарушений ГОСТа, связанных с ИДН. Искусственные неровности, без сомнения, должны быть. Это даже не обсуждается. Главное проследить, чтобы безопасность пешеходов не наносила вред автовладельцам. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.